Библейский портал экзегет.ру представляет Такими четырьмя стихами начинает премудрый Соломон сегодня, и мы начинаем с вами исследовать сегодня 20 главу, видим, что здесь премудрый Соломон предупреждает, что вино глумливо и секера буйно. Надо сказать, что в Священном Писании нет полного запрета на употребление вина. В другом месте, например, мы находим такие слова «Дай бедному вина, чтобы он не печалился, и он забудет бедность свою». Также мы находим псаломопевца Давида. Такие слова, которые говорят о том, что вино веселит сердце человека. Поэтому в Священном Писании мы не находим прямого запрета, как, например, запрет на блуд или запрет на убийство по какой-то корыстной цели. Здесь речь идет, если даже внимательно почитать этот стих, то совершенно ясно даже из контекста самого стиха. Сказано, вино глумливо, секера буйно, и всякий увлекающийся ими неразумен. То есть человек, который употребляет его безмерно, увлекается этим. Поэтому сегодня много ходит суждений по этому вопросу, употреблять, не употреблять вино. Снова и снова повторю, что в Священном Писании прямого указания на употребление вина, что это является грехом, нет. И у отцов церкви тоже указание запрета на полное употребление вина мы нигде не встречаем. Поэтому здесь нужно всегда помнить о том, что крайности — это суть дела бесовская. Конечно, те люди, думаю, которые страдают алкоголизмом, конечно, те люди, которым врачи запрещают употребление вина в виде разрушения их здоровья, здесь вопрос сам по себе отпадает. Сказано, искусство врача — оно от Господа. Во всех остальных случаях, как и апостол Павел, пишет к Тимофею, употребляй немного вина ради желудка твоего. Вот как пишет об этом Климент Александрийский. Писание, цитата, «под образом вина обозначило, следовательно, таинственный символ святой крови», то есть указывая на Евхаристию. «Указывая же на дурные последствия пьянства, оно говорит». И он, как раз святитель Климент Александрийский, приводит этот стих. «Вино глумливо, секера буйно, и всякий увлекающийся ими неразумен». Притча, 20 глава, 1 стих. Действительно, священное писание осуждает во многих местах пьянство. Например, в книге пророка Исаия, когда пророк Исаия говорит о том, что и священники упиваются вином, и чрезмерное употребление вина всячески пресекается. Например, у пророка Исаия, 28 глава, 7 стих, сказано «Вино глумливо». Также повторяется секера буйно, всякие увлекающиеся ими. Как бы цитируется эта притча. Как сказано, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. И можно здесь привести опять же эту притчу «Вино глумливо, секера буйно». Также мы встречаем, и, как я уже сказал, что «Вино благо, когда употребляется с умеренностью». Притча, 23 глава, 31 стих. «Если устремишь глаза свои на чаши и сосуды, то впоследствии будешь ходить обнажение миллионного дерева». То есть, есть и плюсы, есть и предупреждения. Вот второй стих достаточно интересен. В своем высказывании «Премудрым Соломоном» он говорит «Гроза царя как бы рев льва». О каком царе здесь идет речь? Например, Ориген видел, и Тертулиан, кстати, тоже видели в этом стихе. И другие отцы можно найти в этом стихе. «Именно царь понимался как Господь наш Иисус Христос». То есть, вот что писал Тертулиан, например, цитата. «Здесь, как о царе, прямо говорится о Христе. Кто раздражает его прегрешениями, тот грешит против своей души». Третий стих. «Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». Действительно, мы уже неоднократно говорили об этом, и Премудрый Соломон, как мы видим, такой степенью своего описания и преподносит нам притчи в стиле такого силологизма. Он все время возвращается к одним и тем же мыслям, дабы утвердить некоторые такие постулаты. Такой прием, в общем-то, в философии называется силологизм. То есть, возвращение к одной и той же мысли, рассматривание ее с нескольких сторон. Далее, «Ленивец зимою не пашет, а поищет летом, и нет ничего». «Ленивец» — что это значит? Это говорит о том, что то самое хорошее, если хотите, о простом деле, не говоря о Священном Писании, как что здесь все образы, даны нам назидания, что Священное Писание — это Ветхого Завета, где-то водитель ко Христу. Ну, если просто рассудить даже по-человечески, то есть, здесь хороша та пословица русская, которая говорит о том, что готовь сани летом, для того, чтобы было чем воспользоваться зимой. Точно так же здесь говорится, «Ленивец зимой не пашет», то есть, он ссылается на холод, он говорит, что зима — это как раз для того, чтобы отдыхать, или другие, например, люди говорят, можно переиначить, они говорят, что каждый уважающий себя человек летом должен отдыхать, и летом нужно бросать всю работу, они бросают работу, ищут другую, и потом жалуются на бедность свою. Вот с премудростью Соломон говорит, что такой образ жизни, стиль жизни, он приведет человека к бедности. Но отцы церкви видели здесь не только, например, Григорий Великий и Святой, не только смысл такой буквальный, но и духовный. Вот что он пишет, цитата, «И потому тот, кто здесь в настоящей жизни и в добрых делах не подвизается до поту, то и там в будущей жизни, когда взойдет солнце правды, и суда и осветит собой все дела наши, с востребованием от нас отчета от них, тщетно будет домогаться входа в Царствие Божие». То есть Святой Григорий Великий говорит о том, что тот человек, который, а этот мир сегодня рассматривается, как некая зима, то есть преддверие, когда лето будет, лето Господне, когда Господь призовет всех в свой чудный свет, так Святитель Григорий Великий говорит, что когда придет солнце правды, человек, который говорил, что не время, еще не время, помним историю, когда же ты сходишь в храм, часто говорят люди, когда же ты уже становишься на путях своих, человек говорит, успею, успею, но зима этой жизни проходит, наступит лето, придет Господь Иисус Христос, как мы исповедуем Ипаки грядущего со славой судей живым мертвым, и уже царство не будет конца, а человек окажется не готов, он будет подобен тем десяти девам неразумным, которые Господь скажет, отойдите от меня, я не знаю вас, или будет тем людям, которые делали добро, но не во имя Иисуса Христа, таким Господь скажет, которые подойдут, скажут, Господи, Господи, не твоим ли именем мы исцеляли весов и сгоняли, он скажет, отойдите, я не знаю вас. Об этом как раз премудрость Соломон будет говорить и в дальнейшем, и мы этой темы еще коснемся. Итак, мы читаем далее. Помыслы сердца человека, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. То есть здесь говорится о полной мере исповедания, насколько это возможно. Конечно, невозможно человеку очиститься до самых мелочей. Есть такая практика, которую рассказывают и священнослужители, что человек вот только-только поисповедился, опять подбегает, опять что-то он только отошел от исповеди, что-то там подумал, опять бежит на исповедь. Но мы не можем очиститься, но совершенно абсолютно, ибо Господь только без греха. Поэтому по мере нашего исповедания веры, по мере исповеди, конечно, мы вычерпываем эти помыслы из сердца своего, но будем помнить, что окончательно Господь нам прощает наше помышление, наше деяние. Но, тем не менее, вот так как-то есть такая стерильность, кто стремится к такой духовной стерильности в этой жизни, конечно, мы никогда не обретем, но это не значит, что мы не должны к этому стремиться. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Действительно, как говорится и в Священном Писании, что может человек умереть за праведника, а за грешника вряд ли кто. Здесь указание на то, что Христос, такое аллегорическое указание, что Христос умер не за праведников, а за грешников. Праведник ходит, 7 стих, в своей непорочности, блаженные дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Действительно, как сказано, что око человека — это зеркало его души. Здесь говорится о царе, возможно, как мы уже читали у святого Григория Великого, о царе, как о Господе Иисусе Христе, как сказано, что око его всевидящее, всезнающее, очами своими он разгоняет злое, что и совершилось, в общем-то. Но можно сказать и о земном царе, у того, у которого есть власть, тот, который является помазанником Божиим. То есть, смотря и распоряжая, что значит око, смотря, наблюдая, он для этого и поставлен, чтобы наблюдать за правильностью соблюдения закона в этом мире и его главная обязанность разгонять все злое. Девятый стих. Кто может сказать, «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего». Это как раз то, о чем было сказано немного выше. То есть, невозможно достичь какой-то духовной стерильности. И действительно, в первом послании Иоанна Богослова, можно даже это и найти, быстро и прочитать, в первом послании Богослова, в седьмом стихе, есть такие слова по этому поводу. Вот, пожалуйста. Первая глава, в восьмом стихе. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, мы видим, что сказано, если говорим, что не имеем греха, то действительно обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но кровь Иисуса Христа не сказано «очистила» там, на Голгофе, а «очищает» где? Когда мы подходим после исповеди к эфористической чаше, мы слышим эти слова. Причащается такое-такое, такая-такая во оставление грехов и в жизнь вечную. И мы читаем далее с вами притчи Соломона. Премудрый Соломон наставляет в 20-й главе нас следующими, следующей премудростью, почерпанной им по благодати Божией. «Итак, неодинаковые весы, неодинаковая мера, а то и другое – мерзость перед Господом». Мы уже как-то к этим стихам прибегали и говорили о том, что всякая неправда – это есть не что иное, как обвешивание, обмеривание, человек какой-то обман, мерзость перед Господом. Вот Василий Великий пишет по этому поводу следующая цитата. «Когда у судьи двое подсудимых, человек любостяжательный и другой, имеющий себя мало, он уравнивает их между собою и столько отнимает у имеющего больше, сколько находит нуждающимся обиженного. А кто не запасся у себя в душе истинной правдой, но подкуплен деньгами или попускает по дружбе, или мстит по вражде, или боится сильного, то не может произвести суд, ибо правильность суда служит доказательством правдивого расположения. Почему и сам Соломон впоследствии говорит неоднократно «Весы – неодинаковая мера, то и другое – мерзость перед Господом, наименование весов приточно выражая несоблюдение равенства в суде». То есть, конец цитаты, Василий Великий хочет сказать следующее, что перед судом Божиим и бедный, и богатый он уравнен в правах. И Священное Писание неоднократно обращает на это внимание, что социальное неравенство людей пришел богатый, пришел бедный, но не должно влиять на правосудие, на правосудие Божие, на решение суда. То есть, если пришел человек, он совершил преступление, но он бедный, мы не должны к нему относиться благосклонно, потом принц, что он бедный, мало имеет средств. Но мы не должны относиться и лицемерно к тому человеку, который имеет много средств для того, чтобы выжить из него что-то. То есть, перед судом Божиим, как это будет и перед судом на страшном суде, независимости от социального статуса, своего положения, кем бы человек ни был, был ли он простым рабочим, или он был президентом, перед судом Божиим предстанут все. Господь будет взирать независимо от статуса, от материального какого-то там обеспечения человека на этой земле. Невозможно Царство Небесное приобрести богатством неправедным, как сказано, то есть, каким-то здесь такими положением или даже каким-то богатством материальным. Итак, так и говорится, неодинаковые весы, неодинаковая мера, но и то, и другое, мерзость перед Господом. То есть, если люди неодинаково мерят к тому и другому, это мерзость перед Богом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли или правильно будет поведение его. Здесь он усиливает эту мысль, то, что ничего не скроется от Бога, если не скрывается от глаз человека, что даже по поведению человека, отрока мы можем видеть, какие будут, какие последствия после его действий. Ухо слышащее и глаз видящее и то и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои и будешь достой есть хлеб. То есть, мы помним уже опять циллогизм, неоднократно к этому прибегает премудрый Соломон. Помните в самых первых главах «Ленивец, пойди в лес, посмотри, как муравей трудится, возьми пример от него». Или в другом месте он говорит «немножко полежишь, немножко поспишь, не заметишь, как придет твоя бедность». И здесь он повторяет снова-снова предупреждая человека от ленности. Если ленность такая обычная приводит человека здесь в жизни к бедности, то ленность духовная приведет человек к тому, что он просто не будет наследником Царства Христова. «Самый страшный суд», как пишет один из отцов церкви, сейчас не могу сказать кто, может быть даже святитель Анзлатоуст, пишет так, что самый страшный суд это когда сам Господь Иисус Христос, его лик солнца правды, посмотрит на человека, на страшном суде, сама совершенная любовь, отвернется от него и скажет «Отойди от меня, я не знал тебя никогда». Тленность духовная «Завтра отложу, да потом, ну ничего, успею, схожу, но приведет человека, снова и снова повторяя эти слова, а откуда ты знаешь человек, наступит ли завтра, и что произойдет с тобой через час. Дурно дали, да, ну, тринадцатый стих «Не люби спать» и далее четырнадцатый стих продолжает «Дурно, дурно» говорит покупатель, а когда отойдет, «Хвалится». Ну, это обычная картина, как вот, если говорить о обычных житейских делах, Соломон здесь примечает, что часто люди говорят, когда что-нибудь покупают обычно, на рынке это происходит, ой, у тебя товар плохой, для того, чтобы сбить цену, когда отходит, говорит, ну, в общем-то, неплохое приобрел, поэтому Соломон тут замечает вот эти вот такие интересные обыденные вещи. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумные. «Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». То есть, мы помним, что премудрый Соломон неоднократно, скажем, возвращается к этой теме, он писал о том, что, еще ранее в стихах, «не ручайся за ближнего твоего». То есть, будешь ручаться, ты связал себя, связал свою свободу. То есть, всегда размышляя, за кого ты ручаешься, и надо ли это делать. Сладок для человека — хлеб, приобретенный неправдой, но после рода его наполняется дрессвою. То есть, действительно, здесь такой образ приводит премудрый Соломон, что, если человек приобретает какой-то хлеб, хлеб неправды, то, как говорят, человек ест и думает, и кусок у него в горле застревает, потому что он понимает, что что-то он сделал не так. Он думает, что он в еде найдет какое-то удовлетворение, то есть, в богатстве своем, но видит, что неправильно нажитое богатство ни сон не дает, и аппетит пропадает. Итак, предприятия получают твердость через совещание, а по совещанию веди войну. Снова возвращается пемудрый Соломон, только уже с другой стороны к этой мысли, и он ее будет еще и дальше продолжать. Он говорит о том, что хорошо, когда, если ты собрался делать какое-то дело, строительство, военные действия, все что угодно, такая подсказка государственным мужам, прежде посоветуйся, так ли, как это лучше все устроить. То есть, не делай все свое собственное с самонадеянностью. Тем более, опять повторю, это в духовной жизни. Очень важно в духовной жизни делать все по благословению. На самом деле, это так просто и легко. Но человек своей самонадеянностью, гордостью усложняет себе жизнь, делает все по-своему, набивая себе шишек, потом думает, ну, почему же я не сделал так, как мне посоветовал священник. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, а кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Действительно, переносчик, мы уже говорили, опять, премудрый Соломон возвращается к этой теме, переносчик, наушник, то есть, человек, который ходит, сплетни тут и там, как пел Владимир Высоцкий по домам, там, обезубые старухи, там, растаскивают тут и там, помню, что были какие-то у него такие слова в его стихах. Поэтому, не только старухи, но и молодые люди увлекаются подобными вещами, когда пересуживают, осуждают, поэтому премудрый Соломон говорит, что с такими людьми, которые широко открывают рот против других людей, не сообщайся. По известной пословице, с кем поведешься, того и наберешься. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». То есть, мы видим, что премудрый Соломон напоминает о важности соблюдения пятой заповеди, почитая отца и мать, дам про длезни жизни твоей на земле. Светильник здесь в дальнем случае подразумевается и жизнь, и слава человека, и, конечно, его долгоденствие. Наследство, поспешно захваченное, вначале не благословится впоследствии. То есть, здесь премудрый Соломон снова напоминает интересную такую историю, которая ему уже, конечно же, известна, которая приключилась с его отцом, с Давидом, и с его, в общем-то, братом, Авессаломом. Мы помним, как Авессалом хотел восхитить раньше прежней времени власть у своего отца. Чем это все завершилось? Позорной смертью. Когда он скакал в очередной раз, подговаривал, там и осквернял ложи своего отца, подговаривал служителей, что вот вас не принимает Давид, а я буду принимать всегда. И Господь видел все его нечестие, он ехал на коне, волосами своими запутался в зарослях, такой, в общем-то, бесславно погиб, сорвал с пропасти и умер. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. Здесь мы помним также притчу и о блудном сыне. Тот, который говорил отцу своему, дай мне сейчас, вот здесь и сейчас, прямо вот здесь, я хочу сейчас, пока молодой, а тут жди. Он фактически совершил грех хамства, он похоронил своего отца, потому что наследство обычно переходит тогда, когда родитель умирает. Поэтому он говорит, что мне ждать твоей смерти? Дай мне сейчас. Но мы помним, в чем закончилась эта история, когда у него кончились все средства, друзья, они пока были такие, друзья, которые смотрят, пока у человека кошелек есть, то они его друзья. Как только кошелек опустел, сразу он посмотрел, по сторонам никого нет, пошел на биржу труда, устроился, но этот работодатель, который был, он был настолько жадный, что не давал ему, как мы помним, даже питаться изного корыта со свиньями. То есть он променял святость отчего дома на свинство в стране далечия. Поэтому будем помнить, каков был его конец. Но слава Богу, что Господь наш милосерд. Когда он действительно, как сказано, встал и пошел, очнулся, думает, пойду к отцу моему, ибо у отца моего все в избытке, встал и пошел, то отец увидел его издалека про образ Бога отца. Бросился к нему навстречу, снял одежду, одел кхитон, перстень, ввел в дом и устроил пир. И, как сказано, что об одном кающемся грешнике больше радости в Царстве Божьем, чем о 99 людей, которые себя считают на земле праведниками. Поэтому наследство, поспешно захваченное вначале, не благостается впоследствии, если не будет покаяния. Если все-таки человек раскается, как блудный сын, то Бог его примет. Не говори, я оплачу за зло, предоставь Господа, и он сохранит тебя. То есть предупреждение о том, что нельзя творить месть. Предоставьте Господу. Мерзость перед Господом не одинаковой гири. Снова возвращаются неверные весы, недобро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже, как узнать путь свой. Да, действительно, сам человек, видите, премудрый Соломон здесь замечает очень важную, кстати, мысль. Он говорит, от Господа направляются шаги человека. А со знаком вопроса говорит, человеку, как узнать путь свой. Господь сам о себе говорит, я есть путь, истина и жизнь. Действительно, только во Христе можно обрести правильно, правильный путь свой, как в этой жизни, который приведет человека в Царствие Божие, и не приткнуться ногою своею о искушение этого мира. Искушения, конечно, неизбежны, но, как очень хорошо сказано молитва Отче наш, вот есть такие дословные переводы, было подмечено одним проповедником, что сказано и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Человек задается вопросом, как ты не веди во искушение, но избави от лукавого. Если дословно так провести, то перевести может звучать так, проводя нас через искушение, избави нас от лукавого. Искушения неизбежны для укрепления в нашей вере. Но Бог их не посылает человеку сверх меры. Бог знает всего человека, все его естество, все его помышления, все его будущее, настоящее будущее. Бог знает все и никогда не пошлет искушение сверх того, которое человек не может преодолеть. Искушения посылаются для испытания человека, то есть, лучше даже сказать, для утверждения его в его вере. Помните послание Якова, как он пишет, через искушение Господь производит нас терпение, через терпение смирение, через смирение дает нам любовь, чтобы мы были без всякого недостатка. Примерно так. Это Яков, можно почитать первую главу. От Господа направляются шаги человека, и далее 25 стих, сеть для человека поспешно давать обет, и после обета обманывать. Действительно, не надо ничего обещать Богу, а если уже пообещал, то уже держи свой обет. Мудрый царь выведет нечистых и обратит на них колесо. Говорится, опять же, о страшном суде, и царь здесь подразумевается Господь Иисус Христос, светильник Господень Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Снова и так, и так, и царь земной, которому вменяются в обязанность заботиться о своем государстве, ну и тут, конечно же, о царе небесном. Слава юношей, сила их, а украшение стариков седина. Вот интересный этот стих, слава юношей до украшения седина. Вот пишет об этом Григорий Великий, опять же, святитель. Сединой Соломон, цитата, Сединой Соломон называет мудрость. Тогда государство хорошо устроено, тогда святая церковь верно управляется, когда полные сил ревностно выполняют должную работу, а старшие наделенные великой мудростью дают разумные советы о том, что следует делать. Очень хороший совет. Мы помним, что одному из царей ветхозаветного Израиля Рвааму молодые советчики сослужили не очень хорошую службу. Он набрал себе молодых, а молодые начали советовать. А что молодое советует? Когда человеку 20 лет, какой он даст совет? У него еще нет опыта жизни, 30 лет. Он будет все советы давать ради своей корысти, чтобы получить от этого государства. Мы помним такую службу, например, не очень хорошую служили и ныне уже покойному Борису Ельцину, когда он набрал всех людей вокруг себя молодые, нам нужны новые силы, и все развалилось. в общем-то в нашей стране произошел дефолт, как мы помним, страшное банкротство, 97-98 год. Поэтому здесь премудрый Соломон предупреждает, и святой Григорий Великий так и пишет, что хорошо, когда если государством управляют люди с опытом, а молодые люди, слушая это, работают в полной силы, тогда и государство будет цело, и церковь в общем-то будет процветать. И 30-й стих заканчивает эту главу, сказано «Рана от побоев, врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева». О чем здесь говорится врачество против зла? Например, апостол Петр в первом послании Петра, 4-й глава, 2-й стих говорит «Страдающий плотью перестает грешить». То есть действительно, когда у человека если что-то болит, а все, что бы с нами в этой жизни не происходило это от Господа, как говорит Иов многострадальный, говорит о том, что неужели мы только будем добрые принимать, а какие-то страдания от Господа не будем принимать. Все страдания посылаются нам только лишь с одной целью, дабы нас предостеречь от больших каких-либо страданий в этой жизни и, конечно, уберечь от того, чтобы мы с вами не отпали от Царствия Божия. Вот тот же Григорий Великий смотрите, как пишет. Цитата. «Потому что, когда отвне поражают нас несчастья, тогда мы с сокрушением и смирением сердца приводим себе на память наши поступки и сознаем все содеянные нами прегрешения. И насколько велики внешние наши страдания, тем более будем огорчаться от наших дел». Конец цитаты. То есть Святой Григорий Великий говорит о том, что действительно на память нам приходит тогда, когда мы заболели, мы начинаем вспоминать, а что я сделал не так. А когда мы здоровы, наши ноги бегут, мы куда-то вещи несемся, мы ничего не успеваем, нам некто остановиться и подумать, мы и праздники забываем, ой, а что завтра там вознесение или еще какой праздник, или крест воздвижения, а я уже тут так закопался в своих делах, что и забыл. А тут раз ножку подвернул, сел, ой, что-то я ногу подвернул, как-то болит, ой, а завтра же праздник, уже о чем-то начинаем вспоминать. То есть Господь посылает нам какие-то такие страдания в разной степени человеку, которые он способен перенести, только ради того, чтобы, как сказано у пророка Еремии, остановитесь на путях ваших и познайте, что есть путь древний, и можно сказать, познайте, что есть путь Господень, дабы не уклониться нам о Царстве Божие в этой жизни и быть наследниками Его в жизни будущей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok